Первое мероприятие с Московским Домом Национальности, который, в общем-то, и придумал эту замечательную летнюю онлайн-программу для детей и взрослых. И это мероприятие, оно также входит в эту программу и называется «Национальные сказки. Уютный час». И очень-очень приятно, что мы, это Центр славянских культур, и Национально-культурная от Беларусы Москвы, которая, в общем-то, и проводит это мероприятие, является его организатором, сегодня нам расскажут про белорусские сказки, про национальные белорусские сказки. И, естественно, первый символ Беларуси, который приходит на ум, это айс. Немножко хотелось бы сказать про национальную культурную автономию, Беларусы Москвы, потому что библиотека иностранной литературы имеет уже многолетний опыт сотрудничества с этой организацией. Мы провели и месяцы белорусской культуры, и общегородские фестивали, и мероприятия. И я думаю, с сегодняшней ведущей, Еленой Марукович, вы тоже очень хорошо знакомы по мероприятиям, презентациям, конференциям, а также по детским мероприятиям, которые проходили у нас в стенах Центра славянских культур под названием «Белорусская скармничка». Они были с интерактивом, но это тоже были замечательные белорусские сказки, пословицы, поговорки, песни. И разрешите мне сейчас предоставить слово нашей замечательной ведущей. Она также является заместителем председателя национальной культурной автономии Белорусской Москвы Елена Марукович. Еночка, тебе слово. Спасибо, Екатерина, за такое очень обстоятельное представление и меня, и нашей организации. Мне тоже очень приятно, что сегодня мы сотрудничаем с Московским Домом национальности и наш проект очень органично вписался в их проект «Уютный час». И давайте мы сегодня поговорим об аистах. Это красивая белая птица, перелетная птица с черными крыльями и которая вьет свои большие гнезда вблизи человеческого жилья. Хотя по численности и популяции этого вида птицы в Беларуси далеко не на первом месте. Но аисты поселились здесь и их очень любят, так как они воспеты. Воспеты белорусскими артистами и всех, наверное, кто жил в 90-е годы и 80-е помнят. Это песня Николая Добронравова «Белый аист» летит над Полесьем. И вот так эта птица прижилась вместе с названием страны, идет параллельно всегда. И, конечно же, она воспета и белорусскими поэтами, и композиторами. Часто говорят «Страна под белыми крыльями». Именно так называется произведение Владимира Короткевича, которому в этом году, кстати, исполняется 90 лет, и будет мероприятие проводиться в честь этого очень знаменитого писателя белорусского. Ну и мы не остались в стороне, и мы тоже будем отмечать 90-летие. А сегодня мы поговорим о приметах, об аистах, именно связанных с ними в Беларуси. Интересно, что слово «аист» присутствует только в русском языке, и говорят, что оно заимствовано из тюрксового языка. А в белорусском языке оно существует в двух формах. Говорят «бусел» или «лялька». Ближе к Украине говорят «лялька». И буслу принадлежит одно из самых первых мест в перечне любимых народных крылатых созданий. Вместе с ласточками и голубями, журавлями и соловьями. Это особенная божья святая еще, говорят на Беларуси, птицы. И образ всегда этой птицы воспринимается как символ белорусской земли. Нужно сказать, что и у немцев, и у славян, и у прибалтских даже народов белый аист с древних времен считался птицей судьбы или предвестником счастья, благополучия. И прилет этих птиц ранней весной обещает всегда появление птенцов. Отсюда, наверное, и представление того, что буслы приносят детей. Я буду сегодня называть аистов буслами, чтобы у вас была четкая связь с тем, что мы сегодня говорим о символе Беларуси. Вот и заинтересованные в пополнении семейства хозяева, они всегда старались обустроить поудобнее место для гнездования этих птиц. Они строили высокий шест, и туда они очищенные ветки приносили для того, чтобы птице было удобно гнездиться. А еще на Благовещении в Беларуси всегда пекут такие печенья с отпечатком, как будто бы с отпечатком лапы бусла. И тоже верили в то, что это принесет счастье. В народе есть такое поверье, даже, скажем, такой термин, применяемый к новорожденному, как укус бусла. Так называют красное пятнышко, которое на задней части головы, в области соединения шеи часто бывает у малышей родимое пятнышко. Якобы эти красные пятнышко появляются именно там, где птица, где держала птица на ребеночка, когда несла его родителям. Такой интересный факт, что именно в Беларуси эта птица высиживает свое потомство долго, более 50 дней. И тогда только через 50 дней они вылупляются из гнезда и покидают свое гнездо. После этого молодые аистеты могут уже считаться самостоятельными и свободно уже добывают себе пищу и могут обходиться без родителей. Нужно сказать, что буслы не поют. Их песнь – это щелканье клювом. И когда говорят про аистов, они клекочут, клокот у них такой звук вместо пения. И даже птенцы малюсенькие, они пытаются повторить за родителями этот клекотание, переговариваются таким образом, несмотря на то, что их клювы еще мягкие и по-настоящему еще не щелкают. Ну, это про маленьких птенцов. А если мы поговорим о больших птицах, то нужно помнить о том, что птицы эти всегда возвращаются к своему старому гнезду. Каждый год они перестраивают это гнездо, они его увеличивают в размере, они считаются поэтому и духом дома, на котором они обитают. И они несут этому дому лад, процветание. И если птицы покидали гнездо, то это считалось приметой скорых, неблагоприятных событий. Птица это всегда живет в паре, всегда. И разделяет хлопоты о заботе о птенцах оба родителя. То есть и папа, и мама, и бусил, и буслиха у нас говорят. Они заботятся о малышах в равной степени. Отсюда и говорят, что бусил это символ верности, преданности и родительской любви. Получается, что эта птица не только у белорусов имеет много символов. И всегда говорят, что бусил поглощает болотную нечисть и становится таким образом символом победы добра над злом. Вот столько груза на себе эта белая красивая птица несет. Еще бывает такое, что с птицей происходит какой-то несчастный случай, и ей обязательно жители окажут помощь. Я прошу прощения. Если с птицей происходит несчастный случай, я уже сказала, то ей обязательно помогут. И обязательно окажут какую-то помощь, потому что эта птица именно символ национальной чистоты и возрождения. И поэтому все стараются прийти, оказать ей всегда всяческую помощь. И забирают птиц домой, ухаживают за ними. Потому что, честно говоря, и боятся проклятия этой птицы. И потом, возможно, у нас будет минутка, поговорим мы об этом. Еще бусил выступает в народных представлениях как абсолютно разумное существо и наделенное высокими моральными качествами. Ну, интересно же, откуда эти истоки? Оказывается, к этому восходят все легенды, которые сохраняются в сельской традиции и в культуре до сегодняшнего дня. И давайте начнем с вами знакомство с самой главной легендой, которая ходит про буслов. И я думаю, что она не только на Белоруссии есть, потому что эта птица обитает везде. Но у нас о ней ходит такая легенда. Я буду вам читать сейчас на русском языке, конечно, потому что не все наши зрители знают белорусский язык, но слово, обозначающее аиста, я буду говорить по-белорусски. Это случилось тогда, когда Бог ходил по земле и развелось так много нечисти, что не стало от них житья ни людям, ни животным. И решил Бог уничтожить их, утопить в бездне. Собрал всех в торбу огромную, завязал и взвалил на плечи одному неразумному человеку и приказал выбросить, но в указанном месте. Как только человек двинулся с места, то все, что было у него за спиной, закрутилось, зашипело, засветело и взял человека интерес. Что же там у него за спиной спрятано такое в этом огромном мешке? Развязал он торбу и остолбенел от страха. Гады там временем, тем временем вылезли из торбы и расползлись по земле. Бог не захотел второй раз собирать эту нечисть, набросил на нашего неразумного человека пустую торбу, да, черную крылья, и приказал ему собирать этих гадов. А для этого он приспособил и тело этого неразумного человека так, чтобы тот мог добраться до гадов в любом месте. И теперь ходит этот обращенный человек с накинутой между плеч торбой по лугам и полям и болотам, собирает этих гадов, но так до этого времени никак собрать и не может, несмотря на то, что Бог в помощь послал ему и жену, и детей. И по причине своего родства с человеком этот оборотень не отходит далеко от людских поселений и мало боится людей. Вот такая история именно о возникновении буслов, как они появились, да, то есть белая рубаха этого неразумного человека, черный мешок, черные крылья аиста за спиной, вот так он бедолагой ходит по лугам и полям и божью кару исполняет. Поэтому очень часто буслы присутствуют и в других поверьях. Есть и другой вариант этой же легенды, когда из горшка выпустил, вот из мешка выпустил не сам человек, а его жена выпустила в свет этих гадов, и они уже превратились вместе в буслов и стали нести эту кару на себе. Есть еще и третья легенда, когда рассказывается о том, как отец проклял и выгнал из дома сына, который обратился в гусла и много лет жил рядом с отчим домом и участвовал в жизни семьи, сопровождал домочадцев их в поседневных делах. Ну вот, потом он затащил в гнездо рушник, который вышивала мать, и только по истечении времени признался, что он и есть ее сын. Был прощен и вновь стал человеком. Это легенда с хорошим концом, да? Еще есть одна легенда, раз уж мы начали говорить о множестве этих легенд. Есть еще одна, и гласит она о том, что крестьяне, которые не ответили на приветствие Христа, были обращены в птицу аист. Но это не очень расхожая версия легенды, да? Чаще всего все-таки это связано с перевоплощением и с путешествиями затем уже человека по болотам в виде бусла. Давайте с вами прочитаем еще одну версию сказки. Она называется «Мать буслиха». Это еще один вариант сказки. Тоже я его читаю вам на русском языке. Вот. Но думаю, что вы уже привыкли к тому, что аист у нас бусил. Жил на болоте бусил. Вот наступили заморозки, а он все не летит на юг. Не взяли его с собой другие птицы? Непонятно почему. Живет бусил на морозе. Уже и снег первый выпал, а он все здесь. Однажды в деревне, в одном доме, вышел на порог батрак. Напоить в хлеву скот и увидел бусла. Видит он, что бусил по очереди ноги поднимает, чтобы согреть их. Пожалел их парень птицу и говорит. Буслик, а буслик, идем в хату. Бусил съежился, ей идти побаивается, а батрак его аккуратно за крылья взял и повел в дом. Там хозяйка за прялкой сидит. Увидела бусла и говорит. Вот не барака, буслик, ты же замерз. Вот, погрейся в моем доме. Присмотрела, присмотрелась женщина к буслику и видит, что у него лапы похожи на человеческие. Только она подошла ближе к лапе, а бусил как схватит ее за нос. Да так сильно, что половина носа у женщины отвалилась. Что ты наделал? Как я теперь такой уродиной жить буду? Бусил, бусил, я тебя в дом свой пустила, а ты меня калекой сделал. А бусил отвечает. Я могу тебя вылечить, рану твою заживить. Лечим со мной. И женщина удивилась. Как же я полечу, если у меня нет крыльев? Что ты такое говоришь? Нет крыльев. Будут, сказал бусил. Пойдем со мной во двор и я тебе крылья надену. Полетим вместе. Женщина не поверила. Но во двор вышла. Бусил махнул крылом над ней, и вдруг у женщины тоже выросли крылья. И взмахнули они вместе крыльями. И оказались в небе высоко-высоко. Выбежала из дома вся семья. Выбежали на улицу все соседи. Вся деревня стоит и смотрит в небо. Чуду необычайно удивится. Дети этой женщины плачут. Видят, как их мама все отдаляется дальше и дальше. Это все ты. Зачем ты, Буслав, дом привел? Кричат дети на батраках. Так ведь он замерз. Все на одной ноге стоял, оправдывается тот. Не вернулись ни женщина, ни бусил, полетели из деревни прямо в теплые края. А потом и за дальние-дальние моря. А на море бусил вылечил рану на носу и стала женщина вновь красавицей. И тогда взял ее бусил жены. Так и прожили они почти три года. И появился у них бусленок. А потом и еще один. Однажды жена бусла говорит, давай слетаем в мои родные края. Моих старших детей хочется наведать. И полетели они. Старый дом и дети бусленята с ними вместе. Прилетели и сели на огороде. Сидят, клокочут по буслинам. Услышали старшие дети. Смотрят, что много буслов прилетело. вышли и смотрят на птиц со слезами на глазах. Что это все гуслы у нас клокочут и клокочут, говорят старшие дети между собой. А может среди них и наша мама? Как бы нам словить ее и дома оставить? Спрашивают дети друг у друга. Вот что, нужно накинуть сетку, может она в нее залетит? Предложил один из них. собрались все дети раскинуть большую сетку над деревней и стали в нее загонять гуслов. Но гуслиха и так знала, что это ее детки, и она не думала от них улетать. Сиди и не двигается. А как ее поймали, так и успокоилась. Собрали ее дети осторожно и отнесли в дом. Грустно им, что их мама в буслиху превратилась, а под окном росла груша. Пока дети и мама буслиха смотрели друг на друга в доме, под окнами комнаты на грушу сели младшие детки буслинята и тоже смотрят на свою маму. Не знает буслиха, что ей делать. жалко старших детей, которые стоят около нее в доме, жалко и младших, которые сидят на дереве за окном, а тут еще муж бусил. Ждал-ждал в стороне, не дождался и прилетел на грушу. Сидит он рядом с младшими детками, клокочет через окно на буслиху смотрит. Подскочила она к окну и ударила в стекло. И разбилось стекло, появилось в нем отверстие и бусил с буслинятами влетели в комнату. Что же делать, спрашивают старшие дети. Смотрите, сколько к нам буслов теперь прилетело. Вскоре пришла пора буслам вечерние песни петь. Влетели на стол, встали в круг и вместе клокочут. И тут стало понятно старшим детям, что не переделать им маму назад в человека, и никому это не под силу, придется им без матери жить. Заплакали дети, ну что же делать, и вдруг они все же отважились спросить. Правда, что ты наша мама? А бус лихо отвечает человеческим голосом. Да, это правда, я и есть ваша мама. Нас разлучили, но теперь мне будет очень тяжело тут жить. Мне хочется назад, за море. Тогда лети, мамочка, за моря, лети. Ты же прилетишь к нам еще? И бус лихо ничего не ответила. Тогда дети открыли окно, и все бус лихо вылетели прочь. Покружились они над домом, потом над деревней, и полетели за моря. Вот так заканчивается эта сказка неожиданно, давая надежду на то, что и в следующий год мама буслиха прилетит опять из-за морей. Так оно и случается каждый год, когда буслы возвращаются на свои гнезда. не видите, несмотря на разные сюжеты, эти легенды все похожи в одном, что бусил это обращенный в птицу человек, и он выступает в этих народных предсказаниях именно как абсолютно разумное существо, и считается, например, что они имеют душу, и что они могут чувствовать сердце человека, и даже многие принимают их клёкок за особую молитву, поэтому когда эти люди селятся рядом, когда эти буслы селятся рядом с людьми, говорят, что они отводят беду от дома. Ещё считалась эта птица не только в легендах народных, но она и считалась языческой мифологией священной очень отгоняющей злых духов. Но даже с приходом христианства хуже к буслам не стали относиться, и они считаются именно символом светлых помыслов, символом целомудрия, и им приписывают даже способность уничтожать зло, и они являются символом семейного счастья, мы уже об этом говорили, да. Ну, на этом сказке об услах мы закончим, есть еще сказка о черном, о черном аисте, но я предлагаю ее прочитать на белорусском языке, если потом у кого-то возникнут вопросы и будет что-то непонятное, хотя я очень сомневаюсь, белорусский язык, похожий, тем более, что мы с вами послушали несколько легенд, и смысл у этих легенд одинаковый, возможно, только отдельные слова будут непонятны. Давайте тогда прочитаем, откуда же пошли черные буслы. Говорить неколи, яны так само жили побольше с людьми маэстровали свое житло на страсе хаты обохлява и кожную ранницу веселым клекотом будили вязковых пастушков, радовались такому суседству и дети, и старые, а люди кожную вязну сустракали их с далекого выраю, як самых дорогих и близких. Але кажуть, увез ця днольше поселился злы, неодобрый человек, яму было усе не так, усе не гэтак, не мог терпеть он и бус линага клекоту, каб не чули яго, полез на страху, паскидау бус лянят, а гняздо разбурыл. Долго кружили у той день птушкен над непрэветной хатой, потом палятели у лясные нетры, дзе не было ни вёскі, ни людей, и заначавали на великую крыльду, так сама пранулі жалобная адзенья. Так і палятели яны чорными удалекі вырай, а весною вернулися, толькі не увёску, а упущу, і хоч таго неадобраха чалавека ўжо дауно няма на свете, тушки ніяк не могут забыцца пра сваю крыльду, і кожны год стороной облятаюць людські паселіщы. Правда, іншы раз чорны бусіл світанкам пралятая на нёманскі плёс, заходзіць па калена ў тёплую ваду, і стугуе паглядая на стрэйхі хат. Вот такая легенда а паявліні чорного бусла, чорного аэста, это как, наверно, траур по своим деткам, по разбуренному гнезду. Вот такая легенда. Я думаю, что если вам будет очень интересно, вы найдёте ещё много других примет об буслах, да? Если есть какие-то вопросы ко мне, можете их сейчас задавать, у нас сейчас как раз есть время если у кого-то есть вопросы, может быть что-то было непонятно в сказке, может быть какой-то момент нужно объяснить, вы можете задавать вопросы. Алена, ну вот у меня возник вопрос по поводу очень интересной сказки, истории традиционные белорусские ты нам рассказала, и действительно редко такое вот встречалось это прям какой-то графический материал, но может быть тебе встречалось вот какие-то суеверия, связанные с аистами вот на белорусской земле, ещё может быть какие-то приметы. Да, самая основная примета, связанная с аистами, я её расскажу, это кара мусылиная, говорят, а мусылиная помста, то есть бусылиная месть, да, на русском, и именно хотя эта птица считается светлой, и она несёт мир и добро, но тем не менее есть и проклятие этой птицы, и если случалось такое, что кто-то вот как в Чёрном Аисте, да, здесь рассказывается такой момент, что они становятся просто чёрными, эти птицы, то поверье существует, когда бурят гнездо, и вдруг нечаянно погибают птенцы, то эта птица способна даже на такие злочинства, как у нас говорят, она может принести уголёк, бросить, и этот уголёк может стать причиной пожара в доме, то есть вот до такой степени она может быть мстительной, а ещё часто говорили, что если вот сделать какое-то зло бусу, то он может даже принести из болота гадюку и бросить её вот в подворье, да, и она может быть стать или смертью, или какого-то несчастного случая в доме, поэтому вот старались этой птице не делать зла, хотя и она не является символом какой-то вот недобрых каких-то побуждений, но тем не менее говорят, что так бывало, даже бывало, потому что ясное дело, что поверья сами по себе не возникает, значит, такие случаи были замечены, вот это такая особенность, у нас говорят, что все прям стараются сделать на своих крышах, ещё у нас в условах называют защитниками крыш, именно, что если бусил селится на крыше твоего дома, то не страшны пожары, почему-то вот считалось, что он ещё и оберегает от пожаров, ну, в одном случае, если только не принести ему какое-то зло самой птице, ну, вот, наверное, это я могла бы ещё дополнить к своему рассказу. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok